Очень хорошо, что ты здесь, уже кто-то, привет. И одну неделю вы пошел верою, верою в победитель мира. Поэтому еще, наверное, доктор, поздравим тебя в возвращении победителями. Возвращение победителями. Еще раз. Возвращение. Возвращение. Возвращение победителями. Мы сейчас молимся за новых студентов. Но почему-то студентов очень мало, кто имеет желание, кто изучает Библию, пока мало. Но все равно мы верим вперед. Аминь? От конца надо молиться Господь и помилуй наших студентов, помилуй в университете, чтобы там была истина. Аминь? И когда мы думаем, что мы сами должны их ловить, это очень большая нагрузка. Если мы молимся, да? Потому что это воля Бога, если мы молимся и помилуйся, тогда Господь это делает. Аминь? Аминь. И теперь еще два друга. Так, утащим. Не переживай. Бог. Не переживай. Не переживай. Не переживай. Бог. Не переживай. Не переживай. Не переживай. Тема сегодня слова «Вера» – это «Благовение перед Словом Бога». Тема тоже вместе прочтем. Грумко начнем. Вера – это «Благовение перед Словом Бога». Ключевой стих – это все-таки шестой стих. «А без вере угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приохлящий к Богу веровал, что Он есть». Иди за мной, и ищущими Бога ждать. Сегодня прочтем слово «Ситомой стих». Прочтем вместе стих 7. Начнем. Вера – это «Благовение перед Словом Богом». Вера – это «Благовение перед Словом Богом». Мы слышим, видим, имеем все, что Ты обещал. Господи, мы наслаждаемся Твоим Царством. Мы видим Себя уже наследником Бога. Господи, сейчас мы перед Тобой. Помоги нам, чтобы мы сегодня учились вере Ноя. И каждый из нас стали Человеком Великом Ноя, Нои, и получили спасение. Благодаря тебе за все, молимся. Благодаря Иисуса Христа. На прошлой неделе мы узнали, что такое вера, и какой верою наши предки угодили Богу. Вера же есть в осуществлении ожидаемого уверенности и невидимого. Предки, получив только обещание Бога, уже видели, слышали и имели обещанное. Это есть вера. Аминь. Это есть вера. Аминь. Аминь. Фундамент нашей веры – это вера в сотворение мира Словом Божьим. Фундамент веры – это вера в сотворение мира. То есть, когда мы верим в то, что Бог сотворил небо и землю своим словом, мы можем верить в все Его Слово. Аминь. Аминь. Все Его Слово мы можем верить. Аминь. Аминь. И все Его обещания. Аминь. Аминь. Потому что Бог создал небо и землю Своё Слово. Аминь. 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 То, что угадает Богу – это наши дела, это наша вера. Без веры угадить Богу невозможно. Сегодня у нас есть слово о вере Ноя. Кого? Ноя. Боюсь, чтобы Господь открыл нам веру Ноя, и поставил каждому из нас Ноем нашего поколения. Аминь, аминь, аминь. Живейте седьмой стих. Еще раз прочтем вместе с ним. «Верю, мы получим охранение о том, что еще не было предъявлено. Владимир Абрея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ей восстудил он весь мир, и сделался светлым праведным человеком». Что говорит автор? Что получено? Что получено? Откровение. Да? Откровение. Откровение о том, что еще не было видимо. Он получил предупреждение о суде Бога всемирным потопом. Откровение. Здесь Слово, да? «Получив откровение о том, что еще не было видимо» – описано. «Это значит, вера Моя произошла от откровения Бога». Аминь. Откуда? Вера не происходит от человека, или от наших знаний или стараний. Вера приходит от слышания. Благословляю, чтобы все мы всегда слышали горы с Богом. Сегодня мы пришли на богослужение. Цель богослужения – это слышать голос Бога. Не встречать, общаться с людьми и так далее. Это тоже важно. Самое главное, если мы не слышим голос Господа – богослужение пусто. Однако, получили откровение о суде только одно? Только одно и один получили откровение? Нет. Все его поколения получили. Давайте вернемся к книге «Бытия» шестой главы. Шестая глава. Стих с 1 по 3. Пожалуйста, послушаем. Аминь. 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 Люди во время Ноя были очень злыми и грешными. Весьма злыми и грешными. Книга «Бытия» обратила особое внимание на «брат», кто верил. «Брат» – это суверенитет Бога. Аминь. 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 «Брат» – это суверенитет. Аминь. 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 В этом вопросе верующие также не отличаются от неверующих. Когда люди оставили истину обратно, они очень быстро стали плотью. только в плоти. Бог судьба человека как духовное существо, но человек потерял все духовные, и стали плоти, то есть животными. Бог Свят. Поэтому Бог не может пребывать плоти. Каково было вещение Бога? Давайте послушаем еще 6-7. Читайте, 6-7. «И раскалился Господь, что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Когда Бог создал человека по своему образу, Он так, обрадовался, говорил, «Хорошо, весна! Человек были слабым существом». Поэтому горь Господа была особо велика. Бог раскаялся, что создал их. Бог решил истребить с лица земли всех людей и всех живущих существ. Бог давал это откровение всему поколению. Получили откровение все люди, но только один Ной боятся. Что Ной делает? Боятся. Верою Ной получил откровение о том, что еще не не было видимо, благоговея приготовим ковчег для спасения Бога Своей. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть ли суд Бога? Есть. Верите? Хорошо. Кто действительно верит, что суд Бога есть, поднимите. Если нет, поднимите. Слава Богу. А почему я так спрашиваю? Даже, да? Даже. Проповедники не верят. И проповедуют, что не будет суд Бога. Суда Божия как Бог любит нас? Как Бог любит нас? Бог любит, может судить нас. Может отправить нас в ад. Что-то похоже, да? Как-то... О, это приятно, правильно? Приятно. Многие. Многие не верят в суд Бога. И поэтому относятся к Богу как к безобидному дедушке. Таково было время Бога. Люди не боялись Бога. И не верили в Его суд. Где Бог? А где суд Бога? Ха-ха-ха! Они ели, пили, женились, выходили замуж до последнего дня. Но нам надо знать. Бог есть Бог на любви. И одновременно Бог истинный и правосудие. Аминь! 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 Это ющность Бога. Это суть Бога. Человек...Потому, да? Человек должен любить Бога, и одновременно должен бояться configuration. Б!'б! Б! Отм! Б! Аmad! Да, это одно и то же! Вместе это есть вера. Любит Бога и боятся Бога одно и то же. Боятся Бога – это вера. Кто не боится суда Божьего, тот не имеет веры. Великий теолог Кальвин сказал, «Как человек может хранить чистоту и жить перед Богом?» «Только один путь – это всегда помнить о Суде Бога». И он продолжает. «Как человек может приобрести смирение?» «Человек старается быть смиренным и стал смиренным?» Нет. Люди думают, «Я хочу быть смиренным, теперь и сегодня я буду смиренным, себя вести». Это не смиренный человек. Это только тот, кто имеет благоровение в вере в Бога, может видеть себя и быть смиренным. «Мы имеем веру в любви Бога, мы должны иметь веру в Суд Бога». Это как две стороны монеты. Это одно и то же. Вера в любви Бога, веру в Суд Бога – это одно и то же. Поэтому две стороны монеты. Если человек очень хорошо верит в любовь Бога, но не верит в Суд Бога, то он не знает Бога. Он не имеет веры в Бога. Он еще не встретит Бога. Поэтому человек должен любить Бога и бояться. То есть, когда мы приступаем к Богу, нам надо всегда… Какому Богу? Бог Любви и Бог Суда. Аминь? Это один Бог. Поэтому человек очень хорошо верит в любви Бога, но не верит в Суд Бога – это он не знает Бога. Однако Ной получил откровение. Уже видел Суд Бога. Он не только видел Суд Бога, он боялся Бога. Он не только боялся Бога, он повиновался Суд Богом. И строил Кавчик Спасения. Как Библия говорит о Его погновении. Пожалуйста, 6 глава и 22 стих. Смотрите, пожалуйста. «И сделал Ной все, как повелел Ему Бог, так Он и сделал». Аминь. Вот это… Давайте вместе прочтем. Начнем. «И сделал Ной все, как повелел Ему Бог, так Он и сделал». Это вера новая. Можно сказать, что основа Его веры – это благовение перед Богом и перед Его Словом. Благовение есть основа нашей веры. Благовение есть основа веры и фундамент личности человека. Это фундамент личности нашей. Поэтому у человека нет фундамента – это кто? Возметаем ветер. Слава Иисусу! Аминь. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Иисусу! Наши Вовсе. Аминь. Т.е. в Учебе, например, в Музыке, Науке и спорте. Без основы нет ни прогресса, ни блага. Основа – это самая важная вещь. Тем более для нас вера и отношение с Богом – это вопрос вечной жизни и вечной гибели. Поэтому важность основы нашей веры не может быть переоценена. Сколько мы не акцентируем, это даже не хватает. Вот такая важная основа – это благоговение. Аллилуйя, Адаминь, Адаминь. Благоговение – это Адаминь. Если нет святости Бога, любовь Бога тоже теряет смысл. Что теряет? Я недостойный человек, недостойный грешник. Но у меня есть тема благодарения всей жизни. Это за то, что Бог с первой встречи даровал мне благоговение перед Его святым присутствием. И это благоговение всей жизни. Хотя я слабый человек и немощный человек, Богопоязнь всегда меня спасает от кризиса, и дает мне покориться Его Слово. Я тоже иногда ломаюсь. Никакое. Но всегда меня спасает именно благоговение Бога. Благоговение. Поэтому, когда перед Его Словом покоряюсь, да? Молюсь, чтобы Господь даровал каждому из нас благоговение перед лицом Бога и перед Его Словом. Это и есть жизнь. Знаете, главная тема – книги. Книги, притчи. Вы любите, да? Да. Я тоже часто читаю книги, книгу, притчи. Когда я читал, когда мне было 20 лет, и когда я сейчас читаю, я совсем по-другому вижу. Поэтому не говорится, что я уже прочитал. Когда я прочитал 20 лет, когда я прочитал 40 лет, и когда мне было 60 лет, я прочитал. Это очень-очень большая разница. Поэтому читаем, читаем и чистим сердцем. Мудрость. Главная тема притчи – это мудрость. Вот здесь, да? Слово «мудрость» означает «благовение перед Богом». Поэтому вся книга притчи говорит о мудрости. Мудрость – это главная тема, правильно? Мудрость, мудрость, мудрость. Но это «благовение». Поэтому она «облаговение». Первая глава, седьмой стих говорит «да». «Начало мудрости – страх Господень. Глубцы только презирают мудрость и наставление». Вместе прочтем. Начнем. «Начало мудрости и страх Господень. Глубцы только презирают мудрость и наставление». Но об этом не буду объяснять. Еще прочтем. Послушаем. Вторая глава «от чести до добина». «Ибо Господь дает мудрость, изгуст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасения. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрость и зюк. Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». Аминь. И как мы можем читать только один раз? Еще раз читайте, читайте. Это очень много и полезно. Т.е. мудрость сохраняют для праведных спасения. Праведные, да? И получат спасение. И кто сохраняет? Мудрость сохраняет. Мудрость – это щит преходящий непорочий. Тоже защит. Он охраняет пути правды, оберегает стезю святых своих. Т.е. тогда мы можем понимать правду, правосудие, прамоту, всякую область. Очень интересно, когда мудрость войдет в мое сердце, то есть благовение, да? Когда я перед Богом пойду, тогда, тогда, только тогда моя душа прятана. Знание, мое знание, мои все веры, мои все способности, но тогда это мне прятано. Когда у меня, я много знаю, да? Когда у меня нету благоволовения, это неприятно. Это мне дает горечь. Он тоже головой знает, но во мне нету боязни какого-то. Страх Господа, нет? Кто такой учитель Библии? Это тот, кто боится слова. Он только имеет право быть учительом Библии. Библии. Аминь. Благовение перед Богом хранит нас от гордости и дает нам цель. Аминь. Когда есть благовение, все наши знания будут приятны для души. И все. Аминь. Читай, пожалуйста, 3 глава 5, 7, 8. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои. Не будь мудрецом в глазах Твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела Твоего и питанием для гостей Твоих. Хлебя. Не будь мудрецом в глазах Твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Твоих, кто истинно мудрецом в глазах Твоих, это Твоих, кто имеет благословение перед Богом. Стих 7 говорит, что считая себя мудрецом и не боится Бога, это зло. Это зло. Поэтому удаляйся от зла, да? Это значит, не боится Бога, это зло. Понимаете, правильно? Кто не боится Бога, он будет делать все. Не будь мудрецом в глазах Твоих. Человек, считай себя мудрецом. Это зло. Теперь, только 4 глава, 4 глава, 5, 7, 8, тут. Пожалуйста, прошу. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имениям Твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Аминь. Итак, мудрость — это благоговение перед Богом. Она охранит нас, она возвещает нас, она славит нас. Как человек может получить славу перед мужем? Сами себя возвысит. Боитесь Бога. Тогда Бог возвысит вас. Аминь. Наоборот. Хотите быть в позоре перед Богом и перед людьми? Тогда не надо особо стараться. Попробуйте, не боится Бога, Его Слово. Попробуйте возвысить себя. Тогда будете в позоре. И в книге-притчи. Итак, 3 глава, 4 глава, 5 глава, до 31 главы все говорят о мудрости. И в этой книге часто пишется одно слово такое. «Человек, который, будучи обличаем, одесточает бюро свою, нельзя приносится и не будет ему и ценнее». «Человек, который, будучи обличаем, одесточает бюро свою, независимо сокрушится и не будет ему и ценнее». Это молиться, чтобы надо молиться, чтобы «Господь, дай мне смириться, дай мне стоять перед тобой». Давайте еще продолжаем. Вот это о мудрости. 31 глава особенно говорит о мудрой жене для наших сестер. Там любежно написано. И когда вы прочитаете, там все. Трудолюбивая жена, верная, жертвенная, смиренная, красивая жена. И жена, которая уважает мужа. Жена, которая строит, не разрешает. Библия говорит, что цена ее выше жемчуга. Но тоже, да? Библия говорит, что ее мудрости закрываются также в благоговении. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Аминь. Аминь. Давайте еще раз. Почти вместе. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Красота. Красота – это не здесь. Красота – это бояться. Боящаяся Господа, достойна хвалы. Еще раз прочтем стих 7. Истинно, но есть. Ну. Боясь. 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 Учина откровения о том, что еще не было обидимо. Благоговее приготовил копчет для спасения дома своего. Ежего осудил он весь мир и сделал сердцем правильности к повере. До сих пор, сейчас, да, мы размышляли о благоговении, о том, что благоговение – это фундамент нашей веры, фундамент нашей личности. Аминь? В конце концов, вот это благоговение дает нам спасение и дает нам расти любовь. Это красота. Красота наша душа. И кто боится Бога, да, и их внешность тоже меняется. Это милее, это красивее. Всем приятно. Когда нет благоговения, внешность тоже как дьявольский получает. Когда Ной получил откровение о суде, он видел и спасение. Вот это вера Ной. Вера. Вера. Он получил откровение о суде, но он еще видел и спасение. Он всю жизнь строил ковчег. Люди насмехались над ним и говорили, что он сошел с ума. Но Ной верует до конца строил ковчег. Тогда… Что значит, чтоб Ной строил ковчег? Этим он всем людям проповедовал о суде Бога и спасении. Этим Ной осудил неверие того времени и призывал людей к покаянию. Аминь. Его жизнь, просто его строительство, то, чем он занимается, вот сам по себе это было осуждение. Этим он осудил неверие всех других людей, неверие того времени. И этим он призывал людей к покаянию. К сожалению, никто из того поколения не услышал его, не вошел ковчег спасения. Но его вера не была ощутима, и его семья получила спасение, и он сделался наследником праведности. Все верующие и мы его потомки. И этим Бог через Ноя продолжал историю спасения. Говорят, что наше время конец света. Это значит, что все люди уже знают, что есть суд Бога, и Он очень близок. Но знать об этом – это еще не вера. Вера – это бояться Бога. Бог уже приготовил для нас ковчег спасения. Это Иисус Христос. Аминь. Аминь. Мы должны проповедовать суд Бога. Его спасение. Аминь. То есть мы должны до конца проповедовать имя Иисуса. Аминь. Потому что это ковчег спасения. Аминь. Пусть Господь даст нам верное, тогда каждый из нас будет Ноем нашего поколения. Аминь. Помогимся. Господи, глава дам Тебя, то, что Ты поставил каждому нас, как Ноя нашего времени, Ты уже дай нам имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа – это и есть свидетельство спасения и свидетельство суда Божьего. Вот скажи, сегодня мы учились вере Ноя, особенно мы узнали, что фундамент веры – вера в Лао Раме. Господи, прошу Тебя, Господи, даруй нам благословение каждой души, Господи. Господи, мы собрались во имя нашего Господа Иисуса Христа, во имя Бога. Господи. Поэтому пусть основа нашей собрания тоже была, будет глава камень. Аминь. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Божью. Божью. Аминь. Аминь. Молис.